Долгожданная минута. В алтарь уносится плащаница, символ Гроба Господня, после чего под пение стихир Пасхи совершается крестный ход, символизирующий приход жен мироносец к пещере для мира помазания тела Христа. Слава святей, единосущней, животворящей, и нераздельней троицы, всегда ныне приснут и в веки веку. Наконец, звучит главное. Христос воскресе безмерный, смерть ее смерть поправ. Пасхальное богослужение в Георгиевском соборе возглавляет Благочинной церкви Единцовского округа Архимандрит Нестор в сослужении священников собора. Христос воскресе безмерный, воскресе безмерный, воскресе безмерный, воскресе безмерный. Вскоре священство переоблачается в красные одежды, цвета радости, утверждения жизни, победы над смертью. В эту ночь читается огласительное слово Иоанна Златоуста. Кто благочестив и боголюбив, тут пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. В начале было слово. Всеми священнослужителями читается на разных языках. Как древних, так и новых. В память о завете Христа проповедовать слово Божье всем народам. В пасхальную ночь в соборе поют два хора молодежный и детский хор воскресной школы. Собор на силу вмещает верующих практически все, они причащаются о святых христовых тайн. Причастие как кульминация и торжественное окончание Великого Поста. Архимандрит Нестор зачитывает пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По окончании богослужения поздравления с долгожданным праздником. Хочу всех, всех, всех поздравить с этим великим праздником. Праздник праздника воскресения святых Господа нашего Иисуса Христа. По традиции юные певчие воспитанники воскресной школы получают из рук благочинного пасхальные подарки. И ровно через 12 часов, в 3 часа по полудню от Георгиевского собора до Гребневского храма начинается молодежный пасхальный крестный ход. Он уникален. Традиция родилась сама по себе, когда 16 лет назад ученики Одинцовской 8-й школы на Пасху с молитвой прошли от своей школы до Гребневского храма. Сегодня те школьники идут торжественным пасхальным шествием со своими детьми. Погода не всегда балует. Бывало, шли под обильным снегопадом. В этом году практически проливной дождь не останавливает крестоходцев. Крестный ход возглавляют певчие детских и молодежных хоров. Духовенство благочинья во главе с благочинным. Под пение пасхального канона по Можайскому шоссе идут дети, подростки, молодые родители, прихожане всех храмов благочинья, неся хоруги и иконы. Безопасность движения крестного хода обеспечивают сотрудники УВД Одинцовского района. Крестный ход завершается на площади у Гребневского храма, торжественной пасхальной, вечерней под открытым небом. По ее окончании каждый крестоходец получает в подарок расписное пасхальное яйцо. Затем все отправляются в приходской центр при Гребневском храме, где накрыты столы. Ребята обедают, пьют чай. На вопрос, почему погода не помешала стать крестоходцами, отвечают так. Потому что я верю в Бога. Молитвы на улице, это как бы очень хорошо, и там, ну, очень здорово, в общем, там с друзьями можно ходить. Мне кажется, крестный ход это как служба. Это надо людям ходить, чтобы прославлять Христа. Мы верим в Боженку. Да, каждый год ходим на крестный ход. На улице под импровизированной крышей традиционный мастер-класс по кузнечному делу, истребе из лука. Пасхальный праздник в Одинцове – это всегда спортивные соревнования и эстафеты. Для желающих приготовить пасхальные сувениры есть все условия. Это птица. Ну, она кричит «Христос воскресе!». Ольга Винтер, Артем Ломоносов, Одинцовское благочение, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...